О медицине за чашкой чая. В преддверии Дня медика глава региона встретился с заслуженным врачом Российской Федерации, почетным работником здравоохранения Ивановской области Анатолием Медведевым. 20 лет этот мужчина руководил департаментом здравоохранения. То, что до сих пор у нас заболеваемость и смертность от туберкулеза ниже среднероссийских показателей, это, безусловно, заслуга в том числе Анатолия Степановича. Плюс он создал систему выездных форм работы, когда не только на местах есть специалисты, но еще и выезжают совершенно бесплатно консультировать пациенты. Сейчас мы эту систему пытаемся внедрять. Известный на всю Ивановскую врач сейчас увлекается рыбалкой, так что с сюрпризом к празднику губернатор угадал. К тому же Анатолий Степанович коллекционер, собирает фарфоровые блюдца со всего света. Про медицину тоже не забывает, продолжает предлагать новые идеи и вспоминает о том, что реализовать не удалось. На мой взгляд, медицина сегодня достаточно скудно финансируется. Нужно находить возможности. Ну обидно же, извините меня, вот на улице Парижской коммуны вот этот корпус, который стоял долго, это мое, простите меня, детище, это было как первая очередь больницы скорой помощи, он долго-долго стоял и сейчас махом его восстанавливают, я только не знаю подо что. Поговорили также о развитии психологических служб, об онкобольных и самых сложных для региона заболеваниях, орфанных. Павел Коньков признался, для последней категории пациентов очень сложно спланировать бюджет. Глава региона предложил создать совет старейшин. Раз в квартал собирать опытных медиков, которые смогут делиться опытом с молодыми коллегами. Очень многие вещи, оказывается, уже были давно придуманы, и повторять ошибки, например, смысла нет. То есть мы обязательно к этому вопросу вернемся в департаменте здравоохранения, и плюс к общественному совету, наверное, будем создавать совет старейшин. У нас есть такие главные врачи, которые очень опытные, которые готовы поделиться своим опытом со своими молодыми коллегами. К предложению возглавить такой совет Анатолий Степанович отнесся неоднозначно. Говорит, публичные выступления ему даются непросто, однако пообещал непременно подумать. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.